Всем привет! Меня зовут Игорь Хмур и вы смотрите седьмой телеканал, на котором настало время охмурительных историй. 8 февраля в Одесской мэрии прошло очередное заседание сессии городского совета. В целом это выглядело как брутальная пословица. Весело было, как батька ховали, музыка играла, цукерки давали. Где-то далеко, в далекой Германии, скучает Саша Боровик. Нет, не забыл проехал. Если они не занимаются, не выполняют, тогда пускай, как некоторые депутаты, складывая свою полномочию, идут заниматься другой работой. Спасибо большое. Да, это правильно. Спасибо, Александр Васильевич, просто их многих это не интересует. Они думают, что трамваи растут на деревьях, и их просто нужно собирать вовремя. Вот эти зацепки, которые не учли, не существенно, они потом вылазят боком. И потом на них пишется всякого рода объяснение. Спасибо за внимание. Спасибо, мы вас услышали. Вы что, уходите? Торгово-административное здание? Торгово-административное здание? Вас это смущает? Что вас смущает в этом? О чем беспокоится ваша депутатская душа? Меня интересует. Я скажу. И как бы фоном этого одиночного стендап-шоу миллионы, миллионы, миллионы. Только 300 мы отдаем тепловикам, ибо они бедные, а мы богатые. В мэрии нарочито вспоминают, что Киев должен за субсидии, но при этом даже у них язык не поворачивается сказать, что деньги мы выделяем именно из-за этого. Мы выделяем деньги, которые пойдут на заработную плату, на уплату налогов и на ремонтные компании, на установку счетчиков. Это не проблема из-за того, в частности, что субсидии не оплатят. А если у вас поплатят субсидии, они рассчитаются? Они рассчитаются с долгами с Накнафтогазом, например, или с Одесской. А нам эти деньги не ровно? Ну, конечно, а как же? Тонкая, однако, работа. Нам говорят, не дадим денег, будем мерзнуть. Все прогнило, систему надо менять. Коммунальное предприятие банкротит, катастрофа на пороге. Не покайтесь. И так каждый год, стабильно. Летом, правда, тема заминается. Как бы другие катастрофы наступают и другие миллионы уже нужны. Смотрите. За наш счет тепловика меняют трубы и не только. Отдельно мы платим космические суммы за отопление. Конечно, справедливости ради стоит отметить, что газ действительно знатно подорожал. Но, с другой стороны, в цену тарифа вкладывается и вся та разруха, которая годами копилась на предприятии. Интересно, кто же его так забил ногами под плинтус? Возможно, в этом вопросе нам поможет разобраться наш специальный высокогорный корреспондент Рак Свистунидзе. Попередники! Попередники! А если серьезно, то уже даже не смешно. Ну какие попередники? У нас мэр был главой фракции партии региона в Одесском городском совете. Да и много ли вы видели юношеского пушка на лицах новых чиновников? Все те же дяди пофоткались в вышиванках, поменяли портреты в своих кабинетах, название партии, поцепили малюсенькие флажочки под лобоухи своих вип-джипов и все. Отчищение видболось от смерть ворогам. Опять власть меняется. Попередники! Поглядите, ведь это ж Грецко! Ведь у каждого документа, у каждого выделения, осваивания денег есть свои имя и фамилия. И очень многие из этих имен и фамилий до сих пор вертятся в казенном аппарате. Так может уже кого-нибудь посадим? Лично я за свои 300 гривен хочу увидеть хотя бы одну разжревшую харю за решеткой. Согласитесь, большинство одесских мажоров это дети тех самых попередников. У нас даже дети обычных жековцев ездят на инфинити и лексусах. Большая часть капитализации одесского бизнеса как раз и происходила за счет разворовывания казны. Крали все. От ЧМП до обычных пляжных туалетов. И что теперь? Понять, простить и заплатить? Ведь те, кто грабил, к примеру, тепловое КП, вряд ли пользуются центральным отоплением. Ведь в пятиэтажных коттеджах и элитных новостроях его нет. Бешеные платежки приходят нам с вами. Мерзнем из-за регулярных прорывов тоже мы. С другой стороны, всю эту реальную мерзость регулярно к власти приводим мы с вами. Это мерзость. Это реальная мерзость. Вот вам пример. Пьяный комбриг сел за руль. Шумиха, резонанс. Причем СМИ уже два года наблюдают за этой ситуацией. В то же время на неделю-другой автовыпивоха снес припаркованный Лексус и целый столб. Ленд-крузер в столб. Десятая станция Фонтана. Водитель внедорожника Тойота врезался в опору электропередач, по пути зацепив Лексус. Ну, ехали за вами, патрульные? Это было вчера или позавчера. В другой день. А, это еще? Сегодня нет. Сегодня нет. Много интересных происшествий. Мы расскажем в следующем выпуске новостей. У вас все дома? А? Ну, ладно. Водителя седана с поломанными ребрами и сотрясением забрала скорая. Теперь задумайте, сколько должно пройти времени, чтобы об этом инциденте все забыли и человек мог спокойно спустить дело на тормозах. Ведь если он не окажется какой-нибудь шишкой или родственником шишки, всем плевать. Вы слышали когда-нибудь, чтобы кто-то отказался от зятя депутата, кума прокурора или хотя бы невестки-паспортистки? Всем плевать. Даже откровенная коррупция в свете семейного бюджета выглядит не так уж и страшно. Всем плевать. Потому и живем в заплеванном. А в следующем году опять подогреем тепловиков. Ну, чисто по-братски. От души в душу. И не только их. Ведь мэрия уже не знает, какую программу придумать, чтобы денежки освоить. Да еще и с кредитом сверху. Как говорится, программы крутятся, лавэ хомутятся. А раз так, значит нас ждет еще очень много охмурительных историй. Ведь предела охмурению у наших охмуревших чиновников просто нет. Субтитры создавал DimaTorzok